Добрый день, коллеги! Меня зовут Надежда Шикина, руководитель отраслевых проектов 1SBITREX и рада приветствовать вас на нашем вебинаре, который сегодня посвящен готовому решению для государственных организаций порталу открытых данных. Нас сегодня, я вижу, что немного. Пришли, видимо, самые стойкие. Сегодня очень жаркий день и я благодарю вас за интерес к продуктам 1SBITREX. Вначале несколько организационных вопросов. Вебинар записывается и после обработки материалов на почту придет рассылка с материалами вебинара. Вопросы вы традиционно можете задавать на вкладке questions, отвечаем мы в конце докладов. Вебинар у нас состоит из двух частей. В первой части мы поговорим про открытые данные, законодательство, которое предъявляет определенные требования к публикации этих данных на сайтах. Я познакомлюсь с возможностями готового решения. И во второй части вебинара наш партнер Константин Лихачев, технический директор компании MediService, покажет настройки продукта. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, начнем. Традиционно несколько слов о компании. Компания 1SBITREX это российский разработчик систем управления сайтами и корпоративными порталами. На рынке с 2006 года у компании самая большая в мире партнерская сеть, более 11 тысяч партнеров. И на сегодняшний день на платформе 1SBITREX работает более 170 тысяч интернет-проектов. Это и подтверждают данные рейтинга iTrack среди платных тиражных систем управления сайтами Content Management Systems, где мы видим, что платформа 1SBITREX занимает лидирующие позиции. С помощью платформы 1SBITREX управления сайтом можно создать любой интернет-проект, корпоративный сайт, интернет-магазин, информационный портал, сайт государственной организации и также портал открытых данных. И как раз мы сейчас порассуждаем, что такое открытые данные, познакомимся с законодательством и с самим готовым решением. И я также расскажу, почему возникла идея сделать именно готовые решения, какие были предпосылки. Как вы все знаете, открытые данные – это информация, размещенная в сети интернет в виде систематизированных данных в машиночитаемом формате для неоднократного, свободного и бесплатного использования. Что из себя представляют открытые данные? Это характеристики либо объектов, либо финансовая статистика, поскольку у любых государственных организаций большое количество данных, но публикуются и открываются только те данные, которые представляют интерес для граждан бизнес-сообщества. Что из себя представляют наборы данных? То есть, например, Wi-Fi точки в парках. В наборе указывается название парка, координаты точки, зона покрытия, провайдер, работает точка или нет. Если это информация о каких-то объектов, то уже подробные характеристики объектов. Коллеги нам рассказывали, что в Москве в прошлом году самыми популярными наборами данных были летом бахчевые развалы, а зимой катки. То есть, можно найти ближайший каток или ближайшую точку. В этом году тоже популярностью пользуется набор продажи ягод. В Москве много тоже точек появляется. Есть возможность в характеристиках в жилых домах посмотреть график отключения воды, кто в доме участковый, узнать и так далее. То есть, очень большие возможности открываются для граждан. Для бизнес-сообщества на вернисаже 1С с нами делились партнеры 1С франчайзи. Они на портале открытых данных Российской Федерации, их компания занимается автоматизацией животноводческих хозяйств. Нашли хозяйство, набор данных, посмотрели, какие хозяйства не автоматизированы и таким образом нашли себе клиентов. Есть, ну и таким образом, но данные публикуются не просто в каком-то либо виде, в виде там табличек или данных на карте, а есть целый ряд требований, законодательно оформленных, и мы немножко про это поговорим. Поэтому, то есть, есть и задачи по созданию специальных порталов для публикации открытых данных. И какие задачи эти порталы решают? Ну, прежде всего, это повышение прозрачной деятельности органов власти, вовлечение граждан в процесс взаимодействия с органами власти, повышение доверия, потому что открытые данные, они постоянно обновляются, и они должны быть всегда актуальными. Это требование законодательства. За каждым набором данных есть ответственное лицо, есть периодичность обновления набора, и внутри уже организации, если кто-то вовремя не обновил данные, то к нему уже применяются какие-то там административные, ну или какие-то санкции или там предупреждения. А также еще одна задача важна, это обеспечить удобную работу с этими данными для пользователей. То есть, в виде различных таблиц, на карте, если это объекты, так, что пользователю в разных представлениях мог быстро найти нужную информацию. И, конечно, открытые данные стимулируют создание разработчиков различных сервисов для решения повседневных задач граждан. Примером такого сервиса может служить сервис Яндекс.Такси. Компания Яндекс разработала приложение, удобные интерфейсы, то есть, которое можно скачать, поставить себе на телефон. А на портале открытых данных правительства Москвы есть набор данных, выданное разрешение на осуществление деятельности при перевозке пассажиров. Таким образом, правительство Москвы не думает о бюджетах, о затратах на создание каких-то удобных приложений. Оно отвечает только за актуальные данные. А компания Яндекс не думает, где брать эти данные, как их проверять, как их актуализировать. То есть, они разработали приложение. Таким образом, два участника объединились для создания удобного сервиса для граждан. Действительно, активно в Москве пользуемся и очень удобно. Поскольку публикация открытых данных включает в себя две большие задачи. Первая задача – это обеспечить удобство пользователям, а вторая задача – это автоматизировать процесс подготовки этих данных для публикации. То как раз и возникла у нас идея создать такое комплексное решение, портал открытых данных. Это действительно комплексная система, которая позволяет и подготовить в соответствии со всеми стандартами данные для публикации, и обеспечить удобные интерфейсы для работы с данными. Выполнялся проект на основе законов Российской Федерации. А также платформа 1S-Bitrix позволяет обеспечить высокую безопасность. Есть различные модули, мы тоже немножко о них поговорим. И готовое решение, еще одно важное преимущество – это быстрый срок внедрения. Если пришла проверка прокуратуры, например, и говорит о том, что по законодательству каждая государственная организация обязана открывать данные, если нет раздела на сайте или портала нет, то очень быстро можно эту ситуацию поправить и избежать дальнейших санкций. Что включает в себя, какие возможности несет готовое решение для пользователей? Это просмотр открытых данных на сайте в виде онлайн-таблицы, когда каждый пользователь может настроить те атрибуты, те характеристики данных, какие он хочет увидеть. Это, конечно, поиск и фильтрации, обратная связь, что важно, отправка сообщений об ошибках, потому что бывают действительно неточности какие-то, и если пользователи отправляют, то потом эти данные тоже проверяются и при необходимости поправляются. Это тоже важная возможность. Чтобы пользователям экрана, я позже покажу на тесте, здесь как раз настройка онлайн-таблицы, мы видим, что выбраны не все поля, только те поля, которые нужны конкретному пользователю. Чтобы было удобно смотреть объекты и характеристики, в решении встроен модуль «Интерактивная карта объектов», который тоже позволяет создать удобные интерфейсы для работы с картами, посмотреть категории, подкатегории, сами объекты, характеристики объектов, адрес, телефон, контакты, проложить маршрут, то есть все возможности для этого доступны. Какие возможности есть для операторов? Прежде всего, это создание и редактирование данных в административной части сайта. Это большая задача, и уже реализована готовая структура, то есть не нужно ничего разрабатывать, программировать, а нужно просто занести данные. Возможно редактирование, возможно также для удобства импорт и экспорт данных, потому что мы знаем, что у любой организации, как правило, большое количество открытых данных, наборы могут занимать десятки и сотни тысяч, если вручную оператор будет вводить все эти данные, то, конечно, ему может быть не очень удобно. А когда у него все готово в файлике, например, CSV, он спокойно себе импортирует, и сразу создаются записи, создаются паспорта наборов, версионность, это тоже у каждого набора данных обязательно должен быть паспорт, должна быть версия, то есть любое изменение приводит к созданию новой версии. То есть очень много таких регламентируемых вещей, когда мы создаем тот или иной набор данных. Управление сообщения об ошибками. Также, если на сайте кто-то оставил комментарий, что нашел ошибку или неточность, все это видно в экспоративной части сайта, и можно проверить, и после проверки при необходимости сразу применить исправление ошибки. И важно ввести журнал контроля за изменениями, потому что если кто-то допустил какую-то ошибку или опубликовал не те данные, то, естественно, нужно понять, кто совершил такую ошибку, и система позволяет ввести журнал контроля за изменениями и быстро найти тогда уже ответственного и обратиться к нему с просьбой привести все в порядок. Важно также обеспечить на портале единое хранилище открытых данных. Есть зарубежные сервисы, которые тоже позволяют это готовое решение, позволяют создать портал открытых данных, но у них есть один минус – они хранят все данные в файлике. То есть оператор, чтобы опубликовать набор, он сам готовит данные либо в CSV-формате, либо это JSON. То есть какие форматы нужны, столько файликов это нужно, это в виде файликов загружается. Конечно, не совсем это удобно, поэтому у нас в решении используется именно единая база по данным и единое хранилище таким образом всех данных. Все версии сохраняются в виде файликов, и тоже можно в любой момент посмотреть историю версии. И мы, собственно, сейчас через некоторое время посмотрим, как можно будет управлять настройками. Вот так выглядит интерфейс административной части сайта, и мы видим, что при создании набора данных заполняются определенные поля, можно добавить картинку, ввести там, если это объекты, координаты объектов, и также предусмотрен справочник организации, поскольку за каждый набор данных еще есть ответственная организация, и каждый раз вбивать это тоже неудобно, проще создать справочник, уже выбрать нужную организацию. Импорт и экспорт предусмотрен. Мы сейчас скоро все это вживую посмотрим, и Константин нам продемонстрирует. И теперь о законодательстве, на основе которого разрабатывался проект. Это, конечно, федеральные законы 8, 112, 149, 152, защите персональных данных. Платформа и решение имеет сертификат в СТЭК Российской Федерации. Есть приказ Министерства связи и массовых коммуникаций, и есть методические рекомендации по публикации открытых данных. Я сейчас покажу эту методичку, достаточно большой документ. Она содержит и термины, и определения, и порядок публикации. Мы видим, есть требования обязательно для пользователей показывать наборы данных на карте. То есть здесь прям документ на 100 страниц. И вот можно потом познакомиться, но опубликуем на официальных источниках. Тут подробно-подробно все расписано. Сейчас я перейду на тест и покажу, собственно, как выглядит само готовое решение после установки. Устанавливается оно с помощью пошагового мастера, который наглядно и понятно позволяет установить решение, написать название организации, контакт, и мы получаем вот в таком готовом виде проект. Этот проект специально мы учитывали интерфейс. Он не предполагает, чтобы в него добавлялись какие-то шапки, стилевые элементы с основного сайта. Поскольку пользователь работает с данными, данных много, нужно просто ему место на экране, чтобы он комфортно мог с этими данными работать. Поэтому этот проект можно использовать и как самостоятельный проект, как портал открытых данных, и также как просто раздел основного сайта. Достаточно просто изменить цветовую схему, и ничего дополнительно, как я и говорила, навешивать дополнительных элементов сюда, в общем-то, не нужно. На главной странице выводятся популярные элементы. Есть информация о проекте, что такое открытые данные, цели, возможности. Здесь можно писать свою информацию. Есть информация для разработчиков, есть версия для лиц с ограниченными физическими возможностями. Можно увеличить шрифт. И сейчас мы посмотрим уже на сами наборы данных, как можно с ними работать, что они из себя представляют. Вот мы видим табличку, мы настроим атрибуты так, как мы хотим. Это, например, уберем административный округ и попробуем найти в Медведково какие-то парковки. Южная Медведково. Мы нашли данные. Видим, что есть наименование парковки, района, адресный ориентир, количество мест. Можно сообщить о некорректных данных. Мы, например, считаем, что мест должно быть 15. Пишем фамилию. Почту указываем. И отправляем сообщение. У нас появляются галочки. Если поле какое-то не заполнено, то у нас появится сообщение о том, что нужно заполнить. И отправляем сообщение. И уже в административной части оператор увидит это сообщение. Мы можем посмотреть данные на карте. У нас велопарковки, все те объекты, которые мы видели. Изменить масштаб и найти просто даже уже на карте. Там мы искали в списке, вбивали в поиск что-то. А здесь мы нашли, например, уже другой район. Мы посмотрим в Замоскворечье. Мы можем посмотреть адресный ориентир, также количество мест, телефона. Здесь можно выводить и фотографии, и картинки. То есть можно управлять этим попапом и вводить ту информацию, которая важна для пользователя. Или если что-то хотят тоже иногда добавить из рекламы и так далее. Допустим, построим маршрут, как туда доехать. Пусть будет Борисский проезд и проложим маршрут. И вот нам маршрут построим. Мы можем посмотреть, как нам ехать. Обращаю внимание, что карта у нас открывается поверх слоя. Мы видим, что в правом верхнем углу крестик. Это означает, что модуль карт, который сюда встроен, он является всего лишь слоем для показа данных, объектов. Объекты не хранятся в модуле карты, они хранятся в разделах. Они совершенно разные. То есть у велопарковки это один набор. Например, в кинотеатрах будут другие характеристики. Таким образом, на карте появляется возможность создать абсолютно любые, показать любые данные совершенно разными характеристиками. Это хорошее свойство модуля. Специально мы разрабатывали этот режим. Его можно использовать и на любых других проектах, где необходимо такой показ и вывод данных. Мы видим, что здесь разные тоже наборы. Можно посмотреть организацию, у какой организации какие наборы. Мы видим, что, например, у департамента здравоохранения Москвы есть аптеки. Это у нас онлайн-демо, и мы данные брали московские по согласованию с департаментом информационных технологий Москвы. Это для примера, это демо-данные. Естественно, когда вы разворачиваете свой проект, то эти данные вы заменяете на свои. И вот давайте посмотрим паспорт набора. То, про что я говорила. Мы видим название набора аптеки. Есть владелец набора, это организация. Есть ответственное лицо, телефон, адрес-почта. То есть обязательно контакты, обязательно ответственное лицо. Обязательно версии набора, которые создавались. Дата первой публикации, последнего внесения изменений. То есть все эти данные необходимы. И таким образом для администраторов важно, когда они публикуют данные, чтобы не вручную все это создавать, создавать структуру, заводить форму. А когда уже все есть, то есть в нашем решении уже при заведении набора автоматом создается паспорт со всеми необходимыми полями. Сейчас я передаю слово Константину. И Константин как раз нам покажет, как настраивать набор открытых данных, как там создается паспорт, версионность, как настраивать модуль карта. Он уже готовый, встроен, интегрирован. То есть какие у него есть тоже возможности. Константин, вам слово. Звука нет. Сейчас, да, слышно. Отлично. Добрый день. Мастер, в котором говорила Надежда. Решение открытой данной, оно поставляется в виде модуля B-Marketplace. Имеет в своем составе удобный мастер, который позволяет установить настройки решения. Решение поставляется с одним шаблоном сайта и пятью цветовыми схемами. Также есть немного настроек. То есть вы можете задать название сайта. Если вы запускаете мастер повторно, как в данном случае, вы можете переустановить метаданные и по своему желанию можете установить демонстрационные данные. Добавление набора тоже несложная процедура. Для этого нужно зайти в админку. Если вы уставили демоданные, если установили метаданные, у вас будет создан инфоблок, который будет называться «Озакрытая данная мета». В нем, среди прочих инфоблоков, будет находиться инфоблок «Набор данных паспорта». Здесь описаны все наборы данных, которые представлены у вас на сайте. Наборы данных делятся по категориям, по разделам. Можно добавить новый раздел. Назовем, например, «Тестовы 2». Создали раздел. Сейчас можно зайти в него и добавить набор. Набора много полей, но обязательными являются не все. Минимально вам необходимо задать название набора данных. Можете по желанию указать символьный код. Дальше вам нужно выбрать владельца набора. Владельцы хранятся в отдельном инфоблоке. Вот этот инфоблок. И указать фамилию, имя, отчество ответственного лица. Также по желанию, это поле не является. Обязательно можно указать телефон. И email. Нажимаете «Сохранить». У вас создается паспорт набора данных. И также в типе инфоблоков «Открытые данные наборы» создается инфоблок непосредственно с данными. То есть сейчас можно, так сказать, в ручном режиме добавлять данные по одному элементу. Но это не очень удобно, поэтому мы предусмотрели возможность импорта данных. В настоящий момент реализован импорт из формата CSV. у нас положено в разделе портал этих данных импорт данных из CSV. Это пошаговый мастер. Для начала нужно выбрать файл. Это обычный CSV файл. Вот у меня есть пример с мелопарковками. Это обычный текстовый файл формата CSV. Вот. То есть вы можете выбрать файл, который расположен у вас на сервере, или загрузить новый. Сейчас для примера удалю файл. Выберу «Загрузить» и выберу файл со своего компьютера. Вот. «Вело-демо-CSV». Пожимаем «Загрузить». Дальше необходимо выбрать набор данных, в котором вы хотите загрузить данные. Мы выберем наш новый тестовый набор. И дальше по желанию вы можете создать новую версию данных, так как мы загружаем данные, в данном случае будет создана автоматически. И если вы импортируете данные в уже существующий набор данных, можно по желанию перед импортом новых данных удалить все старые данные. За это отвечает вот эта вот галка. Также при импорте важно выбрать, правильно указать настройки формата CSV, так как формат CSV предполагает различные способы разделения столбцов и ограничения полей, важно правильно указать настройки. Вот в данном случае в демо-файле у нас поля разделяются с помощью запятой и поля ограничиваются с помощью двойных кавычек. Соответственно, мы указываем разделитель поля запятая, ограничитель поля двойной кавычки. Также в нашем случае первая строка в наборе – это название столбцов, и в качестве данных ее импортировать не нужно, поэтому мы выбираем пропустить строки и выбираем, что мы пропускаем одну строчку. Можно совсем ничего не пропускать, если у вас данные начнется сразу. Вот мы выберем единичку. Нажимаем «Далее». Система отсчитывает файл и предлагает нам сопоставить или создать новые поля. Так как у нас структуры данных не было, у нас существующих полей нет, нам нужно указать, что мы создаем все поля. При этом можно выбрать тип поля. Например, название – это строка. Чтобы все вот это не щелкать, можно нажать «Создать себе недостающие поля». По умолчанию поставить тип строка. А там, где нужно, можно поменять. Например, ID будет числом, координаты тоже числом, телефон – телефон, email у нас нет, число мест – тоже число. Выбрали поля, нажимаем «Далее». Сейчас происходит импорт данных. И вот мы видим, что у нас импортировано 29 записей. Можно перейти сразу в данные. Вот они все тут есть. Мы видим, что все занеслось. Переходим на сайт. Открытые данные. Так, тестовый набор. Ну, вот тестовый набор. Тестовый набор. Тестовый набор. Данные отображаются. Важно помнить, что для того, чтобы данные отображались на карте, модуль «Карр» должен знать, откуда брать координаты, то есть в каких полях хранятся координаты. Это необходимо указать в паспорте набора. Это делается в этом разделе. Нужно указать свойства, в котором хранится адрес объекта, долгота, широта и название. После того, как вы сохраните это, вы можете посмотреть данные на карте. Ну, вот они все отображаются. Вот здесь описание набора. Ну, вот, собственно, все. Спасибо, Костя. У нас вопросы, может быть, ты даже сразу покажешь их. Вопрос от Екатерина про паспорт набора. Есть ли возможность в готовом решении добавлять дополнительные поля для паспорта? Потому что нам подсказывают, что в методических рекомендациях должно быть еще поле даты актуальности набора. Хотя у нас, по-моему, такое поле... У нас есть поля дата первой публикации и дата последнего внесения изменений, которые обновляются автоматически. Если нужно добавить еще свойства, это сделать просто, ну, потому что паспорт, это... Все данные хранятся в инфоблоке, паспорт — это элемент инфоблока. Если нужно добавить свойства, можно зайти сюда. Вот здесь есть уже существующее свойство. И добавить нужно, плюс нужно будет настроить отображение на сайте в шаблонах решения. Так, еще вопросы от Виталия Мерковова. Появилась ли возможность автоподстановки координат по адресу на карте? Такая возможность есть в модуле карт. Нужно настроить... Это сервис геокодирования? Да. Настроить и при изменении данных координаты будут подчисляться. Единственный момент, что должна быть создана структура, то есть, там, например, один раз нужно импортировать данные, чтобы были созданы поля, ну или руками их создать, если их немного. Импорт данных возможен только из CSV, есть ли подробные инструкции по формату файла для импорта? Ну, в настоящий момент импорт доступен только из формата CSV. По поводу инструкции там совершенно стандартный свой файл. Ну, я не знаю, какая инструкция нужна. Ну да, может быть, Виталий тогда в почту напишите, мы тогда вам ответим. Там несколько форматов, но, как я уже показывал, в импорте можно выбрать, то есть, большинство распространенных форматов решения принимают. Костя, покажи еще, пожалуйста, в карте там есть настройки, и много настройок выносено в административную часть, то есть, можно задавать мастеры, управлять легко модулем. Ну, настройки для самой карты обычные, тут ничего не добавляется по сравнению с модулем карт. Можно менять, ну, размеры карты вы не поменяете, там, кастовый шаблон, можно менять параметры прикладки маршрутов, изменять языковые строки в интерфейсе карты, можно изменить стандартные значки, вот, как я уже говорил, можно настроить геокодирование, плюс, давайте идем на главную, вот сейчас у нас Яндекс.Карты в настройках модуля порталов этих данных можно поменять тип карты с Яндекс на Google. Вот у нас Google встал. Вот. Спасибо. Еще вопрос от Виталия Меркулова. Появилась ли мобильная версия? Пока, к сожалению, не появилась, но в плане работы у нас это стоит. Были немножко другие релизы по другим продуктам. Константин? Ну, что? Все, да? Больше еще вопросов какие-то есть? Пока, наверное, вопросов нет. Если есть вопросы, коллеги, задавайте, мы тогда в конце... Ага, вопрос от Виталия. Как можно получить подробные инструкции по настройке геокодирования? У нас это есть документации на модуль карт? Вот, да, модуль карт описана документация. Я пришлю в рассылке ссылочку подробно на модуль карт. Так, мой экран сейчас видно? Да, видно. отлично. Мы продолжаем разговор про решение... Так, у меня пропал звук, прошу прощения. Мы продолжаем разговор про решение. Кроме того, что необходимо создать удобные интерфейсы для пользователей и обеспечить все требования законодательства для публикации открытых данных, мы не должны забывать, что сайт должен работать быстро и безопасно. так как если будет сайт грузиться долго, то он будет терять большое число посетителей и все сталкивались со сценариями, когда, например, знакомым присылает ссылку на интересный проект или какой-то интересный товар и ссылка не открывается, в итоге мы уходим и ищем уже на каких-то других ресурсах. Ничего точно не должно быть это информация о том, что сайт атакован или заражен вирусом. Важно учитывать эти требования при выборе платформы и платформы один битрикс есть некоторые технологии, которые позволяют обеспечить высокую производительность и защитить проекты от взлома и обеспечить качественную работу интернет-ресурса. Есть технология композитный сайт, которая позволяет повысить отлик сайта и таким образом обеспечить лучшее эраджирование в поисковых системах. Каким образом работает эта технология? Условно, контент делится на динамический и статический. Статика сразу отдается в виде HTML-странички, а динамический контент незаметно для пользователя подгружается с помощью i-акции. Таким образом, сайт всегда будет открываться мгновенно. Вот, собственно, разработчик помечает в административной части сайта компоненты и определяет специально динамические области. Но скорость сайта можно не только обеспечить, ее можно и померить. Есть специальный сервис платформы скорость сайта, который как раз позволяет понять все ли в порядке с проектом. Открывается страница медленно или быстро. Проверять нужно не только главную страницу, как это часто пишут в технических заданиях, а проверять нужно обязательно те страницы, которые являются нагруженными, на которые пользователи будут больше всего заходить, то есть действительно подойти грамотно к использованию этого сервиса и посмотреть все ли в порядке. У нас был случай, когда обратился крупный клиент и говорил о том, что у него как раз были проблемы и на главной и через несколько часов просто главный падал браузер. Мы проверили и посмотрели, что у него был зациклен скрипт в футере, там генерились модули партнеров. В итоге мы написали рекомендации, что нужно поправить код, код поправили и никаких проблем не стало. Но вот как раз с помощью сервиса была выявлена проблема и найдены пути решения. Для обеспечения безопасности есть специальный модуль проактивная защита, который позволяет защитить от атак. Встроены различные функции, я не буду перечислять, это и веб-антивирус, и защита от фишинга и так далее. На сайте я покажу потом, какие разделы можно посмотреть, подробнее прочитать про эти технологии. Также в системе есть монитор качества. У меня нет про него слайда, к сожалению, но я тоже пришлю в рассылке ссылочку. Это монитор, который также проверяет проект и как раз показывает проблемы, где могут быть проблемы с хостингом, с кодом. И вот по монитору качества мы рекомендуем сдавать проекты, то есть если вы заказываете проект у партнеров наших, кто может смело прописать в ТЗ сдачу по монитору, это даст больше уверенность, что проект сделан корректно, никаких проблем ни с кодом, ни с хостингами не будет. Есть еще одна важная вещь, про которую часто забывают, это резервное копирование. В платформе есть облачный бэкап, и в принципе, как еще до запуска проекта, нужно подумать о том, насколько этот проект масштабный или менее масштабный. Если масштабный, то там уже разворачивают не только бэкап, а резервную среду. Если вдруг что-то случится с основным проектом, то можно было переключиться на запасную среду. Если это небольшой проект, то хотя бы помните о том, что бэкап всегда нужен, мало ли что может случиться. Если какая-то авария, не должно такого быть, что пропали все данные, все исчезло, бэкапов нет, ничего нет, тем более, что открытые данные, там есть журнал контроля за версиями и так далее, это нужно обязательно копировать, сохранять бэкапы, то есть за этим следить. Система обновлений в платформе, она у нас автоматически доступна в административной части сайта, но обновления также устанавливать нужно на бэкапах. Мало ли, тоже бывают какие-то доработки, что-то кастомизировали, потом про это забыли, накатили обновление, что-то поломалось, и сразу все в продакшен, и сайт немножко выглядит некрасиво, но бывает и более хорошие случаи, к сожалению. Поэтому всегда тоже обращаем внимание, все, что мы делаем, обновляем, дорабатываем, делаем все на бэкапах, проверяем все в тестовой среде, и тогда корректно никаких проблем с проектом не будет. Еще тоже важно, что у нас есть техподдержка, мы всегда готовы ответить на вопросы, помочь и по техническим, по лицензиям, можете задать вопрос на нашем сайте, и также при выборе платформы важно тоже, чтобы была поддержка. Ну и резюмируя про производительность и безопасность, если вы выбираете платформу, то на что важно обратить внимание, чтобы была возможность обеспечения быстрой работы, работы под высокими нагрузками, защиты от вирусов, техподдержка, ну и важно еще тоже помнить, что постоянно проекты развиваются, поэтому код должен быть гибкий к доработкам. у платформы 1S Bittrex решение для маркетплейса, код открытый, есть документации по платформе, по продукту, поэтому здесь тоже любые доработки возможны. И, наверное, еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, то есть выбор между готовым решением и проектом с нуля. Конечно, при создании проекта возникает большая группа вопросов, это и каким должен быть дизайн, какие должны быть интерфейсы, сервисы, как обеспечить то удобство для пользователей, про которое мы говорили, как правильно спланировать и навигацию, и перемещение пользователя между экранами, как все это разработать, чтобы действительно код был хороший, безопасный, не было проблем с производительностью, и здесь, если, конечно, готовые решения, то проект можно запустить за одну-две недели, можно сэкономить достаточно бюджета и время. Если проект очень уникальный, уникальные сценарии требуются, то там уже как раз можно говорить о разработке с нуля, но это будут сроки уже 4-6 месяцев и больше, это будут большие бюджеты, но опять-таки все сходится от возможностей и задач проекта. Несколько слов про лицензию. Один из битрикс-порталов крытых данных, это решение доступно в маркетплейсе, как уже Константин говорил, можно выбрать любую версию платформы, если проект большой, большие нагрузки, то мы говорим уже о старших редакциях, начиная от бизнеса, есть еще более дорогая редакция у нас Enterprise для очень крупных проектов, там уже в эту лицензию входит сопровождение, аудит от компании 1SB битрикс. Есть бесплатная пробная версия на 30 дней и документация на 10 презентации, но я также ее покажу. Стоимость решения 49900 это решение без платформы 1SB сейчас мы в Marketplace перейдем, я покажу там как выбрать платформу и резюмируя готовое решение 1SB портал открытых данных это комплексная система для публикации открытых данных и обеспечения удобной работы пользователей с этими данными выполнена в соответствии законодательства и позволяет обеспечить высокую безопасность и быстрый срок внедрения. Что можно посмотреть про открытые данные вы наверное уже все в курсе но на всякий случай слайд этот я оставила это концепция открытых данных методические рекомендации сам портал открытых данных Российской Федерации ну и портал открытых данных правительства Москвы просто как пример потому что там большое количество данных наборов и тоже есть интерфейсные находки. Я несколько слов еще скажу про нашу линейку решений для государственных организаций потому что у нас в одном из решений а в частности внутренний портал будет в июле изменения и я кратко тоже это про это расскажу. У нас есть еще официальный сайт государственной организации мобильное приложение мой город интерактивный карта объектов уже с ней познакомились и внутренний портал государственной организации. Официальный сайт служит для создания официального сайта по восьмому федеральному закону содержит все необходимые разделы сервисы обращения граждан версия для лиц с ограниченными физическими возможностями сейчас новый адаптивный шаблон вышел и мобильное приложение мой город интерактивная карта отдельный модуль он входит в состав портала открытых данных то есть его докупать отдельно не нужно но для любых проектов там можно портал города региона туристические маршруты показывать то есть этот модуль можно использовать и как самостоятельное решение для различных проектов и даже на его основе просто сделать самостоятельный картографический интернет проект как раз про те настройки что мы смотрели в административной части сайта действительно много вынесли мы чтобы любой контент менеджер мог легко управлять модулем мобильное приложение мой город доступно демо-версии в сторах позволяет всегда быть на связи с организацией задать вопрос например не убраны мусор сломан светофор там детская площадка сломана тут же пишет обращение гражданина но уходят соответствующие департаменты также сюда интегрирована интерактивная карта объектов которая позволяет показать инфраструктуру города важнейшие события на карте туристические маршруты таким образом получается комплексное решение для государственной организации официальный сайт портал открытых данных и мобильное приложение таким образом можно по сайтам уже закрыть потребность для государственных проектов есть еще одна сторона работы государственных организаций это работа внутри организации между сотрудниками и для этого есть внутренний портал государственной организации я думаю что все знакомы с ним или знакомы с сервисом битрикс24 сервис позволяет организовать единую базу документов совместно работают над задачами документами есть коммуникация живая лента встроенный мессенджер типа skype где можно звонить общаться обменяться файлами и мобильное приложение и вот с этим продуктом как раз у нас происходит изменение с 5 июля у нас меняется версия на версию на лицензию 1с битрикс корпоративный портал количество пользователей сохраняется у всех владельцев лицензии то какое у них было если у кого-то было неограниченное количество так оно и сохранится весь функционал интеграции с официальным сайтом также останется и перейти на новую версию можно будет с помощью специального продления оно действует по льготной цене но раньше у нас оно было на месяц это спецпредложение будет действовать на год и в течение года все смогут спокойно перейти на новую лицензию и цены готовых решений для государственных организаций на экране они также доступны на нашем сайте я сейчас покажу на наших сайтах где какую информацию можно посмотреть с помощью готовых решений если уже создали то есть что нужно убрать демоконтент добавить необходимую информацию ну и как я говорила можно дорабатывать можно менять дизайн можно сервисы дополнительные если требуется то здесь спокойно любые доработки возможно если есть своя команда то это прекрасно ее можно тоже совершенствовать можно если требуется поднять ее уровень то мы приглашаем на наши курсы если нужна помощь партнеров то партнеры у нас во всех регионах можно выбрать партнера можно спросить у нас мы можем рекомендовать проверенных партнеров и также есть еще сервис marketplace где наши партнеры развещают сервисы там же продается наш модуль и какие-то сервисы могут быть полезным дополнением к любому интернет проекту учебные курсы у нас сертифицированные есть для разработчиков и для контент-менеджеров то есть всю информацию мы даем слушателям по платформе по особенностям работы и таким образом есть и курсы для системных администраторов то есть совершенно разные уровни и сложности так на этом у меня все я сейчас покажу на нашем сайте где что можно посмотреть про само решение пункт меню в главном меню пункт решения и решение для государственных организаций здесь уже можно выбирать решение например портал кратых данных про возможности есть презентация и есть ссылка на документацию также в marketplace где непосредственно этот модуль продается мы можем выбрать редакцию начальной редакции стандарт более старший бизнес когда уже там есть вебкластер стоимость меняется есть онлайн демо вот которую только что мы смотрели которую только что мы смотрели и есть возможность попробовать 30 дней то есть здесь нужно добавить свой урок к которому привязывается демо версии и таким образом тоже посмотреть решение на вкладке установка есть ссылка на документацию и сразу сейчас про модуль карт покажу был вопрос здесь также есть вкладка установка и есть документация и там как раз подробно и про геокодирование и про все настройки административной части сайта то есть подробные инструкции про безопасность и производительность можно почитать в пункте меню продукты и дальше управление сайтом под пункт возможностей по безопасности разделичные технологии как работают проактивные защиты как работает сканер безопасности по производительности есть и монитор производительности когда нужен вебкластер там облачное хранилище бэкап и так далее то есть здесь и есть технологии тоже как раз композитный сайт и скорость сайта и есть возможность обе-тестирования когда разные версии сайта публикуют и смотрят что больше пользуются популярностью и так далее то есть вот таким образом информацию можно много информации по продукту найти и если есть какие-то вопросы то мы всегда рады на них ответить и давайте посмотрим что у нас еще с вопросами так Константин вопрос к вам от Виталия Меркула Виталий спасибо очень много вопросов от вас это приятно есть ли возможность изменять название столбцов и структуру добавлять удалять столбцы например в готовом наборе данных да это можно делать через настройки инфоблока может быть покажем я сейчас когда передам экран давай ну вот пример данные импортированы из файла с названием столбцов как они были в файле достаточно просто зайти в нужный набор ну и поменять вот поменялось ну так же остальное можно переименовать ну то есть да здесь гибкие возможности можно управлять любыми названиями полями коллеги есть ли еще вопросы если вопросов больше нет то мы будем рады если вы будете свои вопросы присылать нам на почту и пожелания также на этом думаю что наш вебинар закончат сегодня он небольшой действительно посвящен конкретно одному продукту мы желаем вам хороших интересных проектов хороших выходных и до новых встреч мы не прощаемся всем спасибо константин спасибо за демонстрацию настроек до свидания до свидания до свидания до свидания